Сегодня у нас 4 октября 2024 год. Вот я сегодня пасу коров. Попросил у меня Андрея Устинов, с Ириной Устиновой, отпасти за них. Там нужно куда-то срочно ехать. Вот они попаслись у меня с 9 часов. Сейчас уже 36 минут 12. И вот уже большинство легло. Некоторые стоят правда, но эта рыжая все время куда-то все ее тянет куда не надо. Какой-то травы мало. Что интересно, здесь вот у нас на покосе стоит очень чудная береза, такая разлапчистая, так можно назвать ее. Она не одна, тут две их. Вот эта вот левая, которая. Вообще, по ней можно спокойно лазить, как говорится, тело свое тренировать. Как Господь чудно устроил все ее. Это вообще, она белая, красивая. Вот и сучки тут везде в нее разошлись в разные стороны. Тут можно присесть, прилечь, поподтягиваться, то есть, ну, чтобы мышцы не застаивались. Красавица просто. Хотел чудные дела показать Господа. Показываю сейчас. Вот она. Сейчас вот слушаю Слово Божие, Евангелие от Иоанна. Да, у нас тут на днях гонения там на сестер устроили, которые приезжали в Потеряевку, местное священство. Вот. И ссылается на то, что большинство, если, говорит, сказали, что Игнать Тихонович Лапкин, да, что еретик, значит, это правда. Вот. А там кто-то в фраме, говорит, так и Господа, говорит, распяли, тоже большинство, говорит, были против. Нет. Не в этом решается. А решается по Слову Божьему или не по Слову Божьему человек поступает. По Евангелию или не по Евангелию. То есть в этом во свете Библии надо все рассматривать. А так можно что угодно, какие решения выносить и объявлять их за Божье дело. Так что надо, если ты утвердился в истине Христовой, надо четко стоять и твердо, непоколебимо. Пошел за Господу, не оглядывайся на большинство. Уже каждому Господь дает свое поприще, находясь в Церкви Христовой. Тут надо и священство не отвергать, то есть участвовать в семи таинствах, которые Господь оставил для Церкви своей. В то же время другие евангельские заповеди исполняют. Не только причастие от тела и крови Христовой, которая служит для жизни, но и другие. То есть людям проповедовать Евангелие вечное и славное, чтобы новые души воскресали для жизни вечной. И говорить правду до конца. То есть если не по правде постучает даже священство руководящее, значит не по правде, не по истине. Поэтому надо смело говорить, не боясь. По тому же, как Господь примет весь этот труд. Ну и самому, конечно, быть светом в этом миру. Соль для этой земли. Так что вот так вот, по милости Божией, Господь дует чудную осень. Чудную просто. Утрами, конечно, заморозки, холодно. Вот она какая, березка желуденькая, листочки стали у нее. А через солнышко вообще красота, как золото какое-то блестит. Вот она, рыжая коробка. Отделилась от стада и все время ее куда-то тянет подальше. Такой, как там где-то луд, щепажите. Она там и питается. Нет коробки? Надо идти в стадо. Быть рядышком. Так вот Господь заповедал, чтобы мы пребывали вместе. Вот. Как Господь говорит, что где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. То есть по Слову Божьему. Не просто так. По своей прихоти. Есть, конечно, чудное стихотворение, которое я помню запоминал для свидетельства. Вот мне нравится. Никитин Иван Савич, такой был поэт. Он написал свитоврение «Новый Завет» «Дote измученных жизнью суровой, не раз i Indonesia encontрав в глаголах предвечного слова источник покоя и сил». Как сладко. С acidity��. Ага. Не повторял, уже начал забывать. уда измученные жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как сладко читать из строки. Но это уже конечное стихотворение, вернее, куплет. Ну вот так вот. То есть надо все время тренировать память, потому что со временем забывается. Ну и плюс главное, что он может отделять от божественного, это еще и грех. То есть не грешить перед Богом. Об этом надо помнить всегда. То есть с чистым Господь имеет чистое, то есть с нечистым он не будет связываться. Ну, все дыши дохвалят Господа, да? Коробка. Коробка. О, какая она красивая. Рожки-то у нее маленькие. Ну ничего, тебе Господь другую красоту дал. Ты им людям доставляешь радость. Молочко даешь, которое я тоже очень люблю. Там и сливки, и творожок. Да и много всего других блюд из молочка делают. Видишь как, не горчай своих. Ну, да, хорошая коровка. Да, моя умница, да. Ух ты, кука какая, да. Копыт это у тебя и жвачка вот у тебя есть. То есть ты чистое животное, согласно Ветхого Завета. Ну, травка-то для нее вкусненькая, полезная. Я еще на поле гонял, там, которое Игорь Барабас уже убрал, это поле. А там, где так тара ездили, машины в этих местах почву немножко придавили. И там то, что было зерно упавшее, оно дало свои сходы зеленые. Вот коровки сегодня там питались очень хорошо. Вот эта оттава, она выросла там сантиметров 15 высотой. Вот они ее с удовольствием ели. Ну, вот так вот. Все дыщащая, да, хвалит Господа. Да, коровка? Вот она, чудная природа Господня. Как говорил царь Давид, ягод видел предел всякого совершенства. Вот она, предел всякого совершенства. То есть человек больше, чем сам Господь Бог сотворил, он не создаст. Подобное может из этого же материала что-то сделать, подобное. Но в совершенстве не сделает. Потому что это только Господь может сделать. Это дорога вот тут уходит туда дальше, за околки. Вот. Чудные дела Господа. Великие и чудные. Ну, все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Сегодня у нас 4 октября. 2024 год. Вот я сегодня пасу коров. По милости Божией попросил у меня брат с сестрой Устиновой, Андрея и Ирина, отпасти за них. Им куда-то нужно было по своим делам съездить. Я вот их там пас с пера на поле. Там Игорь Барабаш убрал свой урожай. Я не знаю, что у него там росло. А в местах, где проезжал трактор или машина, там гнут они продавили, а там, видимо, лежало зерно. Вот это зерно дало всходы. Такие зеленые, сантиметров по 15. И все, и коровки там хорошо поели. Сейчас вот. Потом я сгонял тут недалеко покос есть. Вот за этим березняком. Вот здесь вот. Где коровка пасется туда дальше, через березы. Там есть покос. Они там поели трав тоже хорошо. И вот пригнал их сюда. Здесь они чуть-чуть подживались, ели и уже легли. Одна вот единственная бодрствует. Но она как бы все старается. То ли они плохо ела в тот момент, когда все ели. Отошла в сторону. А это уже плохо для стада. То есть она должна быть рядом. Тут на днях пришло известие, что наши две сестры, которые приезжали сюда во Христе, много помогли, да воздаст им Господь милостями своими. И там они приехали на свои места, и там вместо священники устроено на них гонение. За то, что они были в секте. Игнатия Тихон, Селапкина вроде как. Хотя они доказать ничего не могут, только на словах это все говорят. Потому что Слово Божие, оно в них не вмещается. Если бы они Словом Божием жили, вникали, размышляли, они понимали бы, что этот человек прав. Потому что говорит согласно Слову Божию. Трехкратное погружение в воду. То, что проповедовать надо Евангелие, идти людям. То есть люди-то погибают. Потому что многие приходят в храм, они Бога не знают. Они приходят с тем багажом своих знаний, того, что у них была греховная жизнь. Они в этом заходят в храм. А так как их никто не научает, они или уходят разочарованы, или смирятся с тем, что видят, и поступают точно так же, как все. И думают, что это поистине все. Да, истина есть в Церкви Христовой. Но кроме этого, еще есть другие евангельские заповеди, которые нужно исполнять. Не только причастие. Хотя оно нужное, потому что оно служит для жизни вечной, как Господь сказал Иисус Христос. Что когда мы читаем Евангелие от Иоанна, вот сейчас я слушал, пока пас Евангелие от Иоанна. Там в 6 главе, 66 стих, когда Господь сказал, ну там написано, что в этом стихе, что многие отошли от Него. После тех слов, которые он перед этим говорил, что кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, не будет иметь себе жизнь. То есть, они этим славой соблазнились Господа, и отошли от Него. Есть еще и другие таинства, то есть, исповедь, венчание, там, рукоположение, другие. То есть, все везде должно поучаться, должно соблюдаться. Вот. И наиглавнейшее из них и всех, это то, что Господь заповедовал, это идите по всем миру проповедовать Евангелие всей твари. То есть, одна из наиглавнейших заповедей Его Христовых. Потому что люди, многие не знают ничего, Господа не знают, и когда люди молчат, священство молчит, то есть, они как вот пророк говорит, они немые псы, бредящие лежа. То есть, вот это. И мы, чтобы этому не уподобились, этой блюотине, как в книге в Откровении написано, если ты не холоден и не горяч, то ты, но теплый. То, говорит, Господь, и сторону тебя, Иисус моих, чтобы мыть им не было теплохладности в душе своей. У меня тоже эта теплохладность есть, потому я всегда молюсь, чтобы Господь меня укрепил, не отвергнул своей милостью, и вложил слова свои в сердце, в разум, на уста мои, чтобы и дальше можно было проповедовать Евангелие. Ну и, конечно, без Бога не сделаешь ничего, не будешь ни свято, ни порочно жить, потому что рыкающий лев, дьявол, он ходит, ищет кого поглотить. Есть такое замечательное стихотворение, написал поэт Никитин Иван Савич, он называется «Новый завет». Измученный жизнью суровой не раз о себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя сил, как дышат цветы и звуки божественным чувством любви и сердца тревожного муки, как скоро смиряют они. Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значения, причина и цель и конец, и вечного сына рождения, и крест и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая, молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. То есть, такое чудное стихотворение Господь ему дал. Душа просто радуется и отголоски идут. Здесь все хорошо, когда пасешь коров, тишина, то есть, ты можешь здесь максимально приблизиться к Богу, помолиться своей, потому что тебя ничто не отвлекает, никакие там видеофильмы разные, там компьютером, когда сидишь, какие-то другие ролики тоже, вот, тебя не смотреть там. Ни другие люди, которые тебя смущают каким-либо, тоже, придираясь к твоей жизни, делая, как согласно Слову Божию, говорят, делают, они говорят, расследование за расследованием, даже до внутренней части человека. То есть, им надо знать глубины, а глубины это знает только сам Господь. И как раз на суде Божьем, это все, вот эта глубина нашей души, что у нас в душе, это все будет вскрыто. Как ты молился, для чего молился, на показ, или для примера, чтобы людей других побудить Бога, вызывать. То есть, все это будет вскрыто, все наши тайные дела. И еще хотел одну мысль, выразить, что иногда люди говорят, вот проповедник такой-то, сякой-то там, да, где-то не по Слову Божию поступает. А сам-то говорит, вон как красиво, с кафедры, или там на аналое, да. Надо учитывать, что Господь свидетель внутренних чувств всех людей. И когда проповедник говорит Слово Божие, а Слово Божие, меч обдеострый, вот, оно обличает человека, не только тех, которым проповедник говорит, а даже и того, пошел за коровами, что-то побежали от меня, и того, кто говорит это Слово Божие. То есть, оно его обличает. Даже когда ты пример приводишь, там, чего-то, каких-то грехов, человек сам это может. куда пошли? Вот видите, уже, может, даже лукавый, отвлекает коровку. Ну-ка, вернись! коровка, пошли-пошли, все понял, пить хотите. Пошли-пошли, напою вас сейчас. Пить захотели, бедная. Плохой пастух. Надо не только кормить, но и поить тоже надо. Все, коровки, пошли-пошли. Шири шаг! Пошла-пошла-пошла. Сейчас мы на водопой пойдем. Пойдем, коровка, пойдем. Пойдем-пойдем. Протянулись! Шири шаг! Вот, так что, все везде надо наблюдать. Я помню, один момент такой был у меня. Как-то я решил, оставался один тут. Все братья там разъехались, где-то на Благовестии что-ли были, где-нибудь, не помню. А, нет, это весна была. И у меня были разные участки там, чтобы можно было сходить. Вот, я себе в виде игры придумал, так что, как говорится, интереснее было и лучше она делается. Что каждый участок, который я там обрабатываю, делаю. Там, или козьба травы, или пахота там, или сорняк выдергиваешь. Ну, то есть, все в этом отношении, с землей связано. Вот, это все, каждый отдельный приход. А я, как епископ, вот, у меня, как египарк, сейчас своя. Ну, это я так для себя сделал. Вот, и когда все это закончилось, весна, помню, Игнать Ихнаш приехал, я подвел себе итог, того, что я делал, и поставил себе тройку. То есть, ни пятерку, ни четверка, а тройка. То есть, пока где-то косил, там в другом месте заросло, там где-то что-то делал, на грядке засыхало, ну, то есть, оказался пастух слабенький, вот, как епископ. Так что, это все Господь делает, то есть, он поставляет, и он потом будет строгий, говорит, суд с начальствующих. То есть, самому стремиться не надо, как, говорит, сели эти книжки фарисей на Моисеево съедалище. Вот, то есть, надо не саму туда закарабкаться, чтобы тебя Господь туда. И, как правило, мы знаем из житя святых, из истории церкви, святые многие сами не хотели выходить на это поприще, именно пасти стадо, а их именно Господь через других людей, которые видели их добрые дела, их ревность, что они могут это народ вести за Господом. Они выбирали такого пастыря себе, по-сому. И тогда он уже ввел их, согласно Слову Божьей, конечно, а не то, что он каждый из нас кто-то что-то придумает. Вот сейчас я их погоню, потому что пора уже, надо их попоить. Сейчас буду поднимать их, все, и в час уже загонять надо будет. Сейчас уже ближе к 12 идет. Так, коровки, подъем! Пошли! Водичку попьем. Подъем! Коровки! Подтянулись все! Пойдем! Потом еще отдохнете. Там как раз сейчас где-то до трех, что ли, у них будет перерыв. Так что они эти два часа свободно належатся в стуле. Куда мы загоняем? Надей дневник такой. Специально братья и сестры сделали. Потому что они отдохнут за эти два часа. Все! Подъем! Коровки! Подъем! Неохота вставать. Только легли и ты тут поднимаешь. бодрствовать Господь сказал. Итак, бодрствуйте. Коровки! Это ваш труд. Давайте! Так уж Господь вам назначил. Для человека давать молоко, сливочки с вашего молока будут. Все! Пошли! 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 Подтянулись! Подъем! Коровки! Давайте! Понимаешь, что неохота? Ну, надо! Кому охота-то? Это для плоти надо полежать, поспать, ничего не делать. Вот. Так. Юноши! Вперед тоже! Бычки! Телочки! Давай-давай! Иди-иди-иди! Все! Сейчас пойдем к водам тихим. Водички попьем. Вот. Вот. Еще удобрение тут. Так вот было в Ветхом Завете Яков говорил, что там его стада удобрили землю. то есть это плюс для пастбища. На то, что где-то ты сам наступишь, это оботрется и все и забудется. А это пользу принесет. Ну, все. Слава Богу за все. Аллилуйя!